по бездорожью не но мы сейчас проверим ее она внешний вид вам как чисто вот визуально если посмотреть на то как она едет видно что на высокие с высоким самым видом защита вот эта пластиковая да мне кажется она при первом же бездорожье она отлетит как не полезет именно для того вот это у нас защита не говорю июна на этот славу баку где здесь и честно это так у нас значит toyota land cruiser prado дизельный двигатель 3 литра турбодизель 173 лошадь 173 лошади ступенчатый автомат так у нас раздатка идет да правильно у нас идет раздатка центральная блокировка дифференциала сзади да вот это контроль тяги типа как кламбинг для кламбинга американского есть у них такая забавка так значит у нас комплектация юбилейная у нас чем юбилейная комплектация отличается от стандартной есть какие-то тут примочки наверно порогах сто процентов написано наверно в стоке такого нету видите тут прадо прадо надписи шильбики вот эти то есть ключ другого чуть другого формата если в обычных идет он просто серого цвета то здесь он будет чуть мы дайте мне тебя отрубаем здесь он будет вот такого формата а ну это типа старт-стоп системы да ну они практически со средней комплектации начинаются а расскажи мне про комплектацию да которая мы будем если мы будем укладываться в 2300 чем она будет отличаться от этого автомобиля ну смотри не 2300 скажем а ну 2200 там 2300 где то в этом 24 скажем да если взять комплектацию престиж престиж плюс то есть чем она будет отличаться не будет не будет там этого как он задний присылал то есть задняя зима транса у него кировки все повышен так это пониженная это у нас повышенная нежная торрик на ордина торса не будет он наверно будет этот не просто так узнаешь у них на тесте максимально по моему стоит у них максималка не всех на тесте но не не этот не 4 там а там есть торсом в началке а потом есть круиз таран по моему как там называется за заплату пакет сиденье достаточно удобные ну слушай 0 от крузака ожидал больше высокой посадки то есть до ландроверской но в принципе обзор я пониже сел по низу то есть сюда низко обзор всегда куда-то хорошего зеркала достаточно такие вот эти большие все видно давай-ка посмотрим у нас вывернем колесо до задней фары белого цвета на 60 юбилейная версия антона дико подвеску зацени что тут у нас в подвеске баба трещит сзади пневмо стоит который бывает ну там как на это как на так ранее они там просто пневмо стойки она же клиренс не регулирует правильно и она не приседает правильно 7 сантиметров вверх трус классический внешний вид на вас есть а трос есть трос есть а торек сам мне гана найти то место где проедет про крузак и не про это рэк это это подложка в базе идет или дополнительная вот на хайлендере она не нужна например на мой взгляд дизель мягко говоря я конечно с другими не сравнил в эту погоду но в салоне да его не слышно нормальный такой автомобиль на подножку вставать можно да здесь у нас можно поставить рейлинги возить всякие сноуборды велосипеды всякая херня тонировка заводской нету да так прибору это у нас в базе все таки это да да регулировка здесь у меня вместо выездных тестов внизу даты же на нас инструктора показать возможности машина сам вообще правда поразил меня свои возможности внедорожными и внедорожными вообще вот это испытали кнопочку control control ту же самую дату это вы а значит система спуска с горы как получается во первых надо будет включить понижайку здесь у нас подогрев тут не включен натором все понадобится это у нас что я спорю не отпускать держу держу отключилась этот и спеть все камеру Все, сел Подожди Надо вот здесь проехать Давай Встала пока Все, я выйду Все, все, все Мазет, сходи, пожалуйста Нормально разобретели Курат пошел, конечно Защита передненький сплантает Снимай, он снимает на камеру Так, это Вольво лучше? Чего старый А, поменьше? По девочке А вы с камерами же отдали, да? А ты машина? Нет, да, да Вот еще Да Да Дурек, смотри По-нашему Абсолютно не уступает Застрял только Нормально Это нормально? Это аварийные бои Абсолютно Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...